Очень, вы знаете, понравился зрителям и в особенности интернет зрителям последний сюжет о ресторане Некеров Риверсайд. Еще бы! Вкусно покушать любят все, а еще и покушать с комфортом. И ресторан самый восточный из европейской части Магнитогорска дает такую возможность. Да нет, вы не подумайте, что это ресторан восточной кухни. Просто ближе него к границе Европы-Азии не располагается никто, и это Набережная 2. И это место чудесным образом заточенное под качество. Да потому что авторская кухня не может быть иной. Ну а мы сегодня и попробуем кое-что ранее не пробованное. Ну вот тот самый нагловато человек в эфире радио «Серебряный дождь» уже не появится. Представляете, так вот хорошо сначала поработать толстеньким и упитанным радиожурналистом, потом сбросить вес и стать тележурналистом, увеличив свой гонорар в несколько раз. Но это не про Магнитогорск, естественно, это про Москву. То есть там совсем другие гонорары и совсем все по-другому. Но тем не менее, единственное, что мне нравилось у Владимира Соловьева, так это его рассказ о том, как он вкусно кушал. А теперь Алексей Челейкин может вам то же самое поведать. Тем более, что место такое-то и есть. Набережная 2, ресторан «Некеров Риверсайд». Что особо порадовало, то что этот ресторан действительно рассчитан на тех, кто приезжает в наш город из-за границы. Поэтому основная часть меню здесь на английском языке. Ну хотя есть и то, что на русском. Еще более порадовало то, что все рассчитано на ценовую категорию в пределах 10, ну максимум 15 долларов за блюдо. То есть это нормальная цена. Не фастфуда в Америке, а нормального ресторана. И нам сегодняшний день приготовили замечательную индейку с запеченными овощами. Что касается индейки, это самое диетически полезное блюдо. И к такому блюду вам всегда дадут корзинку с хлебушком. За каких-то 60 рублей. А теперь понять надо, что все-таки кушать надо с фирменным хлебушком от ресторана «Некеров Риверсайд». Потому что здесь его выпекают несколько наименований. Он здесь всегда свежий, потому что каждый день пекут. Вы можете спуститься на первый этаж. Здесь два этажа. На втором вот здесь мы сидим. Очень нравится. Как-то так все понемногу и уютно. Мне немножко надоела атмосфера, когда заходишь в помещение, и там очень много народу. Я даже не могу спокойно, в конце концов, иногда и матом вырубаться. Сказав, что это очень вкусно. Это очень вкусно. Вот. Подумать еще что-то. А здесь, ну как бы, даже атмосфера немножко другая. Вот. Что же это и с чем мы будем кушать? Белым хлебушком. Ну, все меня попросили именно заострить свое внимание на блюдах, ориентированных на мужиков. То есть мужик, он говорит, какая гадина. Он скушает, а потом скажет, маловато было. А нет. Достаточно и большие. Грамотный блюдо. Если честно, к индейке я ранее относился. Ну, с некоторым недоверием, потому что не самое мое любимое блюдо. Улитра. Ммм. Покушав индейку здесь. Вот такой картошечкой. Ммм. Ммм. С цукини. Или кабачком. Ммм. 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 Жбак с рожанчиком. Я хочу браво сказать повару, который работает здесь, в этом замечательном ресторане авторской кухни. Вот. Рекомендуемый алкоголь к этому блюду. Потом расскажу. А то ведь дети смотрят. Ммм. Что надо вместе? Кусочек. Курочки. За ней задвигаем картошку. Хлебушек. Ммм. И баклажанчик. Отличное мужское мясное блюдо. Во! Когда индейка так запечена с сыром, но с каким-то непонятным соусом, отметаешь всякие неправильные представления о том, что сейчас нет времени посещать рестораны. Сейчас время посещать рестораны. Потому что только в ресторанах вы, пожалуй, покушаете нормальную пищу, а не те субпродукты, которые вы покупаете. Конечно, половина населения Магнитогорска уже забыла навыки приготовления вкусной еды. Но проблема в чем заключается? Ресторанов достойного уровня, уровня некеров. Магнит-то нету. У меня есть чисто специализированная национальная кухня, а здесь интернациональная кухня. То есть можно покушать кухню в действительности всех народов. Ну а за детальной инструкцией, что же пить в городе, в котором пить-то и нечего, мы вас пригласим посетить другой ресурсик. Это интернет. Хотя говорят, там это запрещено. Это запрещено, если мы говорим про конкретную марку. А если мы говорим про качество и количество и грамотность, то почему бы и нет? Ведь кто-то же вам должен показывать, что нельзя, а что нельзя. Ну и как, собственно говоря, пройти за нами. Дело в том, что фамилия Чирейкина это редкая фамилия. Комбинация Алексея Чирейкина и два человека в мире. Это я и мой сын. Поэтому вот этот титр, видите, да? Вбиваете в любой поисковик, добавляете туда некеров. Это ресторан некеров. Вот. И смотрите, что же мы там делаем. И как это дело. Нет. На завершение исключительно порадовало блюдо. Просто класс. Реально класс. Была бы это чисто реклама, стоила бы она других денег. Но есть, конечно, и недостатки, хотя, как сказать. Вот людям выше метр девяносто здесь чаще придется повара благодарить и персонал. Ну, кланяться. Как в Японии, например. Людям среднего роста здесь будет максимально комфортно. Ну, а мы-то вообще пришли за качеством. Оно тут и есть. Как и качество того, зачем вам стоит перенестись в сеть виртуальную. Несколько большее время, проведенное в поиске в интернете, приводит к весьма интересным фактам. Традиционно пьющие и не только пиво страны резко снижают потребление пива, производимого концернами. Но общее потребление то вырастает. Потребление пива частных пивоварен. Да не стал бы я так зарубаться за продукцию Верхневральского пивного завода Блондер Бир, если бы, не попробовав сам, не сделал вывод единственный. Это пиво при должном уходе можно употреблять целый день в разумных количествах. Не будет ни похмелья, ни сушника и, извините, специфичного другим частным пивоварням интересного эффекта жиденького горшка тоже не будет. Да потому что подход другой. Ведь в пиве самая важная часть это вода. Кстати, здесь и воду отличную делают. Вода должна быть из источника в экологически чистом месте. А именно здесь и зарождается Урал. Это предгорье Уральских гор. Чище места то и не сыскать. Но и даже такую воду надо готовить. И вот тут понимаешь косяки 99% пивоварен. Пиво в гигантских-то масштабах производимые чаще используют обыкновенную водопроводную воду. Как химик вам говорю, что чем больше фильтра, тем менее качественно они фильтруют. Ну и про человеческий фактор экономят ведь все и экономят на тех самых фильтрах. Здесь по-другому. В бизнес ведут люди обеспеченные, для которых это более хобби. А на хобби то ни один мужик не экономит. Хобби это большая честь и большее достоинство, чем понты из телок и иномарок. И завод Блондер Бир лучшее тому доказательство. Конечно, мест в городе Магнитогорске, где вы можете вкусить действительное качество этого напитка мало. Мало того, пока этих мест всего два. Это ресторан Некеров Риджес и клуб Советский Союз. Места, где отвечают за качество. Но вы попробуйте и убедитесь сами. Пиво честнее в России вам не сыскать. Продолжение следует...